Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие преподобного Аврамия Архимандрита Ростовского Преподобный отец Аврамий был сын благочестивых родителей. С молодых лет он оставил родительский дом и мирскую суету, принял иночество и посвятил себя Богу. Покорив плоть Духу, он изнурял себя подвигами, очищал душу свою слезами и сподобился благодати чудотворения. В его время в Ростове не все еще приняли святое крещение. Многие оставались язычниками и поклонялись каменному идолу Велесу. Обитавший в Идоле нечистый дух наводил страх на всех, и христиане боялись проходить вблизи идола. Преподобный Аврамий пылал ревностью искоренить в Ростове остатки язычества. Он молил Господа Бога о даровании ему силы и благодати Святого Духа сокрушить идола, но молитва его долго не была услышана. Однажды преподобный Аврамий в скорби и недоумении сидел вблизи идола, и вот он видит идущего к нему благолепного старца. Аврамий встает и спешит к нему навстречу. После взаимного приветствия и благословения преподобный спрашивает, «Откуда идешь, отче? Из какой ты страны? Я из Царьграда, отче, родом. В земле вашей пришелец и странник. Скажи мне, отче, почему ты сидишь в печали близ этого идола Велеса? «Я молю Господа Бога о том, чтоб мне дана была сила сокрушить идола», отвечал Аврамий. Но Господь презрел мои молитвы, и вот я сижу в печали. «Если хочешь, отче, получить желаемое, – сказал Аврамию старец, – то иди в Царьград, разыщи дом Иоанна Богослова, войди в него, помолись образу святого Иоанна Богослова, и не выйдешь тщетно, но получишь желаемое». Преподобный Аврамий опечалился по причине далекого пути, но старец сказал, «Господь Бог сократит твой путь». Блаженный Аврамий, исполнившись Святого Духа, взял благословение у старца и отправился в путь, забыв о его дальности. Когда преподобный Аврамий, вышедший за город, перешел реку, ему встретился неизвестный человек, видом своим внушавший страх. Почти совсем без волос на голове, он был с большою круглую бородою, на лице его выражалось благоговение, он был прекрасен, в руке у него была трость. Блаженный Аврамий поклонился ему. Неизвестный сказал, «Куда идешь, старец?» «Иду отыскивать дом Иоанна Богослова», отвечал Аврамий. Неизвестный сказал, «Подойди, старец, возьми сию трость мою и возвратись назад, приступи к идолу Велесу, ударь его тростью во имя Иоанна Богослова, и окаянный обратиться в прах». И с этими словами неизвестный стал невидим. Блаженный Аврамий понял, что это был Иоанн Богослов. Объятый страхом и радостью, Аврамий воротился назад, беспрепятственно подошел к идолу, ударил его тростью во имя Иоанна Богослова, и идол тотчас превратился в прах. На том месте, где встретил Аврамий святого старца, он поставил церковь во имя Иоанна Богослова, а там, где стоял идол Велеса, преподобный с благословения епископа соорудил небольшую церковь во имя Богоявления Господня, поставил при ней кельи, собрал иноков и учредил общежитие. Много зла потерпел преподобный Аврамий от неверовавших во Христа язычников. Однажды они хотели даже разорить и сжечь построенную им святыню, но Бог не попустил этого ради молитв и терпения преподобного. Однако своим учением и терпением преподобный Аврамий в непродолжительное время всех неверующих привел ко Христу, крестились все от мала до велика и начали ходить на словословие Божие и на всеношное бдение, даже женщины и дети. Преподобный Аврамий укреплял сердца их в вере почитанием книжным и поучением духовным. Многие из детей оставляли дома родителей, тайно приходили к преподобному и принимали монашество. Так умножалось братья, которую преподобный поучал Слову Божию. Тогда преподобный Аврамий построил большую церковь, украсил ее, как невесту Христову, чудными иконами и святыми книгами и завел благолепное пение. Князья ростовские, относясь с великим уважением к отцу Аврамию, предоставили особые преимущества основанному им монастырю, давали много имения на монастырское строение и деревни, на содержание иноков. В виде возрастания и процветания монастыря ростовский епископ, посоветовавшись князьями, поставил преподобного Аврамия в архимандриты. С того времени Аврамий стал еще усерднее подвизаться и прилагал труды к трудам, предаваясь посту и молитве. Он был образцом для всех, отличаясь смирением и показывая нелицемерную любовь ко всякому приходящему и равно к великому и малому. Исконный ненавистник добра, дьявол, не оставлял преподобного в покое, вооружился на него и творил ему огорчение и днем и ночью. Но огражденный Христовою благодатью и крестным знаменем, Аврамий не страшился. Однажды, когда преподобный Аврамий в своей келье перед литургией, прочитав обычные молитвы ко святому причащению, хотел умыть руки перед отходом в церковь, дьявол вошел в умывальницу, желая причинить преподобному неприятность. Уразумев присутствие нечистого духа в сосуде, преподобный взял честный крест, положил поверх сосуда, оградил сосуд крестным знаменем и так оставил, долгое время не касаясь его. Бес, палимый крестную силою, мучился и не мог выйти из сосуда. У ростовских князей тогда был обычай ездить за город на охоту и на обратном пути заходить в монастырь, чтобы помолиться в церкви и получить благословение от преподобного Аврамия. Так случилось и теперь. По обыкновению князья зашли в келью преподобного, но там его не случилось, ибо у него был обычай ежедневно трудиться на братью. То он колол дрова для монастырской пекарни, то мыл в лосинице на братью, то носил воду в поварню. Услыхав о приходе князей, он поспешил в келью, чтобы благословить их. Между тем князья, находясь в келье, в ожидании преподобного, заметили сосуд, покрытый честным крестом, и недоумевали, что бы это могло значить. Один из князей дерзнул снять с сосуда крест, чтобы благословиться им, и бес тотчас вышел из сосуда, как дым черный и злосмрадный, так что устрашил всех присутствующих. Когда преподобный приближался к келье, нечистый дух встретил его при входе и стал поносить Аврамия и грозить ему. Как ты принудил меня силою невидимого Бога мучиться и сжигаться силою крестную, так и я сотворю тебе пакость, в скором времени одолею тебя, возведу на тебя клевету, предам тебя мукам и позору, ты будешь посажен на пега яслицы, без седла, и обуд в женские красные башмаки, и многое другое потерпишь ты, как и я потерпел от тебя. Преподобный оградился крестным знаменем и бес тотчас же исчез. Когда Аврамий вошел в келью, князья стали спрашивать о происшедшем, о злосмрадном дыме, вышедшем из накрытого крестом сосуда, но преподобный ничего не сказал об этом, а только благословил князей и отпустил с миром. Спустя некоторое время, желая отомстить преподобному, бес принял образ некоего воина, явился к великому князю во Владимир и стал возводить на Аврамия тяжкие обвинения. «Государь, я хочу поведать тебе великую тайну», — говорил бес. «Есть в твоей державе, в городе Ростове, некий монах Аврамий, волхв, который, однако, с виду кажется смиренным и святым, а на самом деле прельщает людей. Он нашел в земле великое хранилище, медный сосуд, наполненный золотом, который по праву должен принадлежать твоей державе. Золотых сосудов, найденных в этом хранилище, золотых поясов и цепей невозможно оценить и невозможно исчислить серебра и иных драгоценностей. На эти сокровища он построил великую церковь, а тебе не поведал». Великий князь воспылал гневом на преподобного и послал за ним одного лютого воина, приказав взять Аврамия, не говоря ему ни слова, и привести в таком виде, в каком найдет его. Все это произошло по внушению злого духа. Когда посланный князем воин явился, преподобный после соборной молитвы стоял на молитве келейной, в одной власенице и без обуви. Воин без всякой милости, не дав преподобному ни слова вымолвить, ни одеться, ни обуться, взял его с собой на коня и погнал к городу Владимиру. На другой стороне Ростовского озера попался им человек, пахавший напегой ослицы и державший в руке красные женские башмаки. Воин посадил преподобного на ослицу, обул его в женские башмаки и быстро доставил его в таком позорном виде к великому князю. Великий князь приказал поставить перед собою и воина-обвинителя. Мнимый воин повторил те же слова против преподобного относительно хранилища драгоценностей, что и прежде. Преподобный, услышав это, воздел руки к небу и запретил духу лукавому, говоря, «Запрещаю тебе именем Господа нашего Иисуса Христа и скажи мне, кто ты, такими словами оклеветавший меня». Бес затрепетал и сказал, «Я бес, исконивый ненавидящий добро в человеческом роде, особенно же в иноках, боящихся Бога. Видишь, старец, что я прежде сказал тебе, то и сделал, за то, что ты мучил меня в убогом твоем сосуде». Сказавший это, бес мгновенно исчез. Великий князь, видя дьявольскую прелесть и поругание стоявшего перед ним преподобного, объят был великим страхом, равный все окружавшие князя. И начал князь молить преподобного о прощении и говорил со слезами, «Отче, я виновник твоего невольного прихода, я жестоко оскорбил тебя. Прости мне, отче, все то, чем я тебя прогневал. Враг, отче, помрачил мое сердце и возбудил во мне ярость против тебя и поверг меня во грех». Старец сказал, «Господь простил тебя, государь, ибо это дело древнего врага дьявола, а потому, государь, не дивись ему. Искони, враждуя против людей, он особенно привык причинять препятствия боящимся Бога». Князь, видя смирение преподобного и тихие и кроткие слова его, как будто старец не испытал никакого зла, еще более принялся ублажать его и воздал ему великую честь. На устроение монастыря князь пожаловал много домов, сел и рабов, сделав Аврамиев монастырь своим монастырем и поставил его выше всех прочих монастырей ростовских, и все это утвердил жалованными грамотами. После всего этого князь отпустил преподобного с великою честью. Преподобный Аврамий жил в своем монастыре в великом смирении, прилагая труды к трудам, и с миром отошел ко Господу, коего из млада возлюбил. Молитвами преподобного Аврамия Архимандрита Ростовского «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас! Аминь!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова